Добровольцы Несмотря на официальный запрет, на дальнейший перевод, Появились добровольцы, энтузиасты, подвижники, которые решили продолжать это дело, несмотря ни на что, в полуподпольных условиях, тихоря, без особой огласки. Этих людей мы с вами тоже должны знать, если не в лицо, то хотя бы на основе исторических данных. В Петербурге таким человеком был Герасим Павлский. Он входил как раз в команду переводчиков библейского общества. Он блестяще знал древнееврейский язык, был одним из лучших специалистов по библейскому и древнееврейскому языку, так же как и Филарет. Он решил продолжать дело перевода с группой студентов семинария. Он был преподавателем Петербургской семинарии. Занимались они переводами книг Ветхого Завета. Ещё один человек в этом ряду, что это был Макарий Глухарёв. Макарий Глухарёв взял на себя миссию проповеди. В Питере, да? Нет, не в Питере. Он находился в Алтайском крае. Он поехал туда специально, чтобы проповедовать. Поповедовать христианство среди местных народностей, племён в Алтае. Он основал там, как раньше это называли, миссионерскую станцию, миссионерский центр. Привлёк студентов из местной семинарии духовной для этого дела. Они ему помогали очень активно. Вместе со студентами они делали такие вывозки, походы миссионерские, в тайгу, в деревню отдалённая. А когда высшее церковное начальство узнал об этом, что Глухарёв и их студенты так активно миссионерствуют, они стали запрещать это делать глухарём. Предлог был такой. Зря ты стараешься. Этот народ настолько тёмный, настолько неграмотный, непросвещённый, что он просто не сможет понять истинный Евангелие. Бесполезно им проповедовать. Не занимайся этим делом. Прекращай. На что Глухарёв ответил, в общем-то, резко и запальчиво. Ни в коем случае не прекращу. Не подчинюсь вашим указаниям. Не согласен я с вашим мнением. Смотрите на Христа нашего. Разве Христос повнушался каким-либо народом, когда поставил престол неба и принял образ раба? Так, коль Христос не повнушался, то имеем ли мы право пренебрегать каким-либо народом, племенем или народностью и считать их недостойными, настолько тёмными, что они якобы не смогут принять, уверовать, исповедовать имя Христа? Я буду продолжать проповедовать. Продолжал. Параллельно занимался переводом. Переводом занимался он не втихомолку, как павский, а соглаской, довольно-таки сильной, мощной. Перевёл он книгу Иова, по-моему. Довершил перевод книги Иова. Приведённый текст отсылает в Петербург комиссию церковную с сопроводительным письмом. Письмо в адрес царя. Текст в комиссию церковную, богословскую, а письмо на имя царя. А в это время Николай I заступил на престол. Он пишет, что необходимо возобновить дело перевода священного писания на русский язык. Вот я в своём практическом служении сталкиваюсь с таким явлением, что «Слушатели мои, не понимаем текст старославянского Евангелия. Нужен понятный язык, понятный текст библейский». Это письмо вначале попало в руки Филарета. Филарет был жив. И он, ради того, чтобы спасти своего ученика, а Глухарёв был одним из учеников, Филарета положил, спрякнул от письма по цикну недавнему хода, чтобы на голову ученика не обрушились там всякие прещения, наказания и так далее. Никакого ответа таким образом Глухарёв не получал. Через некоторое время он перевёл книгу пророка Исаии. Или часть этой книги. Вновь направляет в Петербург текст. Царём. Опять письмо царю пишет. На сей раз Филарет не приостановил это письмо, оно дошло до царя, но ответ никакому не последовал. Глухарёв ответ не получил. Он на этом не успокоился. Проходит какое-то время, в следующие порции перевода он опять отправляет перевод этот и пишет письмо. Это третье письмо уже было написано в такой тональности пророческой. Обличительный, грозный. Он уже заговорил голосом и тоном пророка. За что обрушились на нас наказания от Бога? За что Россия претерпела столько бед? А вот за то, что мы отказались от перевода Библии на русский язык. Нас постигли следующие бедствия. И Глухарёв начинает перечислять. Восстание декабриста – это наказание от Бога. Наводнение в Петербурге – наказание от Бога. Гнев Божий. Эпидемия холеры – это опять наказание от Бога. Потому что если мы не послушаемся, не будем, не исполним волю Божию в том, чтобы переводить Библию, то Бог и дальше нас будет наказывать и наказывать разными бедами, бедствиями. Ну, на это письмо уже вынуждены были как-то ответить, предпринять какие-то меры, чтобы усмирить Глухарёва. Глухарёва вышло в распоряжение наложить на непослушного священника так называемую эпидемию. Есть такая мера исправительная в православии, что это какое-то действие, направленное на исправление в личности. Эпидемия там может быть разная. Сейчас эта практика в православии тоже применяется. Духовный наставник, священник может там вложить эпидемию в такой форме. Там выучено изусть послание к Тимофею. Первое и второе послание. Или там несколько глав из Евангелия. Или вот ежедневно там прочитывай молитвы с земными поклонами. Какую же эпидемию наложили на Глухарёва? Ему было предписано в течение пяти месяцев ежедневно служить литургию. Когда в такое распоряжение получил Глухарёв, он написал письмо ответное. Для меня это не наказание, а радость. Каждый день стоять перед Богом, каждый день быть в алтаре, слушать Ему, молиться, прославлять Его. Я это исполню не со скорбью, а с радостью. Ну, вот как бы там ни было, и здоровье Глухарёва расстроилось от всех этих давлений, партизаний. И он вынужден был покинуть Алтайский край, переселиться в другую губернию. Он странствовал из монастыря в монастырь. У него было такое желание поехать в Святую Землю. И там, в пещере, где я переводил Иероним Блаженной Библию... Да, как она называлась? Не вульгата, а в латинской. Да, вульгата. Да, вульгата, правильно. Вульгата, да. В 4 веке в Иеронимской пещере Иероним Блаженной переводил Иероним. И мечта была такая у Глухарёва поехать в Палестину и там, в этом месте, продолжить дело перевода. Были уже сготовлены документы, и визы, по-моему, были получены. Но внезапно Макарий заболевает. Недуг такой сильный. И переходит в мир и вновь. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чём молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok